Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают себе делать маленький батарейщик, ибо только на них он работает. Так, ладненько. А, да, кстати, я не знаю, вы видели или нет, я тут нашел новый метод, собственно говоря, поиска рыб-пузырей. Сейчас, наверное, покажу. Просто охуенно красивая срань. Вот, вот, ребят, это она. Просто, знаете, тут без мата просто никак. То есть, это энерголовушка, точнее, гравиловушка, и она маленьких рыбок себе присасывает. Теперь проблем с едой или там водой просто нету. Таких расставишь штук пять, и, в принципе, все. Проблема решена. Так, поплыли мы, короче, к биому сейчас, к переходу в другой биом. Я решил, что буду ставить там свою первую базу. Опа! Тихо-тихо сразу, 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 сразу. Я сказал сразу. Я сказал сразу! Да что ж ты будешь делать-то? Да ёптую мать! Спасибо. Вот они, потрясающие эти рыбки, которых я раньше не замечал. Оказалось, что здесь, в принципе, их довольно-таки много. Но они не совсем у моего дома находятся. Они где-то, знаете ли, так, немножко околя рядом, так сказать. Вот тут точка есть перехода в новый биом через пещеру с другими тварями и существами, но там есть потрясающе ровная платформа. Правда, находится, ребята, очень далеко от, собственно говоря, поверхности. Ну, как далеко? Метров тридцать. Так, это вроде бы она, если не ошибаюсь. Довольно прямая поверхность, так сказать, для большой базы. А вот там переход начинается, не знаю, глубиной. Ну, хрен, ну, знаете, ребят, какой глубиной. То есть, я не опускался, потому что без ребризера никак, ибо на большой глубине начинается сразу хаваться больше кислорода. Причем, за одну секунду где-то по 5 единиц теряется. То есть, поэтому погружаться, скажем так, на любые глубины без ребризера, либо без подводных лодок невозможно. А я думал, что, ребята, возможно. Оказалось, что хер там. Так, капсулы мерсинации. Да, ребят, вроде это оно. Та платформа здесь, в принципе, достаточно ровно, поэтому сейчас как-нибудь так вот у стеночки поставим. Это песчаник, что ли? А, нет, это у нас эти. Я испугался. А, строитель. Строитель, где мой потрясающий строитель? А, блин, кончился кислород. Конечно, ночью строить такое себе, да? Блин, вот столько всего интересного было. Там, с той стороны, возле Авроры, ребят, я заплывал буквально ради, так сказать, прикола в катакомбы там маленькие. Хотел что-то найти. Не помню даже что уже, ребята. И где-то, когда вот я шел по пещеркам, мне навстречу пошел какой-то ультразвуковой удар просто, знаете ли? Прям огромный рык, крик какой-то сука гигантской рыбы, поэтому я туда, в принципе, уплыл. Есть подозрение, что со стороны Авроры что-то большое обитает. Я пока это, ребят, не видел. Но вот с той стороны точно метров 500 за моей капсула есть, ну, целое прям поселение. То есть они там летают, эти потрясающие крабики. Потом, я, ребят, покажу. Просто они охуенные. Они прям очень симпатичные. Так, вот оно, наша плато. Ровное и большое. А теперь открываем, собственно, строительство. Да! Фундамент. Вот. Усильное основание жилища. Вот, 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 вот. А как бы так бабахнуть, чтобы ровно было, да? То есть это вот еще вопрос на миллиард. Подожди, опустись вниз. Опустись прям вниз. Да-да-да-да. Вот так вот. Я ж могу гахнуть прямо на земле? Или не могу? Подожди, почему ты постоянно плаваешь? А, ты типа сделаешь упор сейчас в землю с этого расстояния? Подождите. Ну, вроде как, вот, если брать вот так вот ватерлинию, ну, в принципе, достаточно ровно получается. Сейчас, наверное, чутка подальше от стенки сделаем. Вдруг она будет у нас уходить вправо-влево. То есть надо, надо сделать небольшой простор. Вот, в принципе, вот так меня устраивает. А, не та кнопка, простите. Так. Давайте посмотрим. Ну, не шибко-то ровно, я скажу вам, если честно. Что-то какая-то дичь. А, собрать, разобрать. Не, давайте разберем на его нахер. Что-то не получилось. Здесь начинается склон вниз, бляха-муха. Вот это, конечно, печально. Ой, сейчас начнется, знаете ли, долгие взыскания на прям нужной точке пространства для строительства. Блин, там уход уже в самом ущелье начинается. Может, пойти поискать что-нибудь поровнее. А есть прямая точка отсчета. Так, сталкер, это, конечно, хорошо, но... Может, что-нибудь типа такого, только побольше плацдарм бы, было бы прям, вот, знаете, цены бы не было бы. Ну, потому что строить здесь, наверное, будет бесполезнен. Да, то есть я сейчас здесь поставлю, и, в принципе, место закончилось. Что потом делать? Вторую базу, что ли, строить? Хотя, хрен его знает, знаете ли, в принципе. Типа, ну, построим и построим, так сказать. Да, фундамент. Как тебя ровно-то вывести? Просто интересно. Ты вот так вот будешь ровен? Подождите. Ну вот опять, ну вот, ну вот криво же, ну... Ну криво же, ну я не могу, слушайте, у меня просто... Перфекционист внутри меня начинает разрывать, знаете, его прям начинает орать, теребить, типа, ты чё, блять, остановись, блять, ты чё, ебану ты нахуй. Я не буду в этом жить, оно кривое, как я не знаю что. Что, почему она гнётся? И вообще, как это вертеть? Слушайте, можно, а почему я не могу вертеть её? Почему ты не вертишься? Ужас какой-то. Какой-то сраный ужас. Построить базу, оказалось, ребят, не так просто. Там уже начинаются сталкеры. А они любят металл. Ну и вон нахер. Сейчас мою базу сейчас растащат на кусочки. Печаль. Прям печаль, беда, хочу плакать. Занимаемся хернёй уже, наверное, минут 10 точно. Поискать ещё точку, что ли, я не понимаю. Ну давайте ещё поищем. Хотел просто здесь поставить, знаете ли, у перехода в новый, собственно говоря, биомчик. Что-то я... Блять, это это, что ли, камикодёр? Братан, братан. Стой, 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 стой. Спадись. Больные рыбки эти красные. Знаете, мне кажется, вот если я потом вам покажу того второго краба большого, вот если он будет проплывать мимо большой пещеры с этими камикодёрами, вы просто представьте, где-нибудь штук 15 этих камикодёров соберутся вместе и пойдут подрывать огромного гигантского краба. Это, конечно, будет просто лютая срань, кстати. Чё-то я не помню таких объектов. Я здесь сканировал что-то? Или нет? Нет, я помню большинство обломков, но я не помню, что я был здесь. Это какой-то прям огромный кусок корабля, я его не помню. Слушайте. Странно. Справа от точки перехода в биом. Так, подождите. Ммм, ящики все пустые. Печально, печально. Очень даже печально. Информация нужна. Ааа, это возле того потрясающего вулкана. Которого я боялся до чертей. Слушайте, а он и сейчас не очень-то дружелюбно выглядит, если честно. Я туда не хочу. Мой костюм не позволяет мне вот так вот вляпываться в такие вот ситуации. Здесь нет ни хера, просто огромный большой обломок. Это, конечно, меня расстраивает. Такой кусок корабля отвалился и, типа, никакой информации в себе не несет. Ну, что это за дела? А хоть какая-то информация нам, не знаю, маленькая пушечка. Ну, грави, грави-ловушку я уже собрал, типа, я не знаю. Да, могу только собирать с нее вот всякие припасы. Вращающийся стульчик! О! Отлично, ребят, слушайте. Кресло, кресло нашли. Не так все плохо оказалось, как видите ли. А это было прямо возле моей базы? Слушайте, я иногда просто охереваю, типа, как будто это все было под слоем, ну, не знаю, песчаника. И в конце концов я это просто нашел. Морской глайдер я уже тоже нашел. То есть, как будто, знаете, оно было покрыто до этого песочком. А потом, как бы, песочек отошел, и я это все дело заметил. Инвентарь полон. Так, ну, слушайте, вот теперь по белому дню, наверное, стоит поискать-то себе плата. Для строительства. Где мой глайдер? Поплыли. Аааа, кстати. Я здесь тоже еще одну тварь видал, очень интересно. Наверное, первый прям именно хищник, которого я смог найти. Кстати, он зарывается именно в песчаночку. Когда к нему подходишь, он начинает из нее выпрыгивать и именно сразу атаковать. Стремная просто черти рыба, обосраться можно. Так, там какой-то коробочек прямо снизу. Слушайте, а нет ли там ничего интересного? А там что-то есть. Не зря сплавал. Что это такое? Фрагмент сборчика транспорта, кстати. Все, собрал. То есть теперь, в принципе, по идее, наверное, я смогу делать корабли. Наверное, хотя не факт. Отсканируй. А, елки-палки, не успел. Так, еще ящик. Блин, вот я хотел заняться строительством базы, но, видите, меня все отвлекает. Морской глайдер. Ну, там с него как бы информации уже ноль. Интерпол, понимаете ли. Надо что-то сейчас строить, а не заниматься херней всякой. Так. Сказал бедняк. Поплыли. Просто поплыли сейчас на точку. Будем искать, ребята, место строительства. Потому что, потому что, ну, немножко глупо, но построить, типа, сразу свои базы. Здесь, в принципе, неплохое от местечка есть. Такое достаточно интересное, на самом-то деле. А здесь, прям, знаете ли, как крепость можно вбомбить. Вот тут сверху, если бы, конечно, было побольше немножко местность. Блин, не могу, знаете, вот меня это теперь будет прям жестко, долго дрочить, типа. То есть, я не люблю строить криво. Прям хочется построить... Я понимаю, что это первая база. Возможно, будет еще и так далее. Но хочется, типа, сразу, чтобы было вот на века, так сказать. Лозунг СССР, ребята. Строим большие здания быстро, уверенно, надежно и на века. Не знаю. Либо остановиться на том пункте, который я, в принципе, на начале думал. Возле нового биома построить. Чтобы эту пещеру переходить и иметь потрясающие возможности. Либо построить пока первую базу поближе, собственно... Ай, ладно. Все, поплыли, значит, туда, где мой маяк там был. Где я оставил свой маячок? Подождите. Вот, с той стороны. Все, 200 метров. Сейчас гравил, ушко работает. Пополните запас жидкости. Так, ну я собрал рыбок. Пока плавал, короче, ребят, видите? Сколько все интересного произошло. Как-то я пить захотел. Так. Так, кстати, глайдер тоже подразряжается, но, в принципе, это не проблема. Так, а у меня там инвентарь-то полон. Погодите. Да. Сейчас немножко его разгрузим. У нас там листы металла. Как бы нехорошо. Титановые слитки. Да давайте сделаем титановые слитки, типа, тоже. Почему бы и нет? Вдруг нужная вещь. Слушайте, на вид очень даже нужная вещь. Инвентарь полон. Блин, мне бы какой-нибудь ящичек, знаете ли, переносной сборщик транспорта. Слушайте, я могу его сделать. Изготавливает транспорт из сырья. Ну, это, наверное, надо где-то ставить, знаете ли, на базе. То есть, это ж не в пустом поле же херачит этот, как бы, настройщик, Чи перенастройщик, чи строитель этих транспортов. Это ж нехорошо. Так. Чего у нас там вообще? Все попадало на пол или как? А, ну место тоже, кстати, появилось. Все, тогда давай сейчас наполняем воду. Значит, у нас там много прям воды было. Она, в принципе, конечно, и пожрать не мешала бы. Но это мы... Сейчас, наверное, сделаем три бутылки таких и одну рыбу пожарим. Все будет у нас классно. Да. Блин, просто уникальная рыба, знаете ли, я уже люблю ее. Она просто лучшая в этой игре. Просто не поспоришь. Так. В рот, в рот, в рот, наоборот. Отлично. Аптечку с собой взял, да. Блин, я раздержаю свой глайдер, даже когда он не нужен, типа, знаете ли, с фонариком в руках. Держу его, это как бы странно, но... Это же я, о чем речь? Так, капсуал со змеей, туда еще, ребят, не ползал. И не хочу, потому что там было плохое сообщение. Типа, на нас напала змея, помогите. Она, типа, обшивку разхерачивает. У меня ни оружия, ничего нету. Там, в принципе, есть какой-то лазерный или плазменный резак, но, типа, я еще не сделал его. Поэтому... Ну, неплохое же место, но вот этот склон, ну вот он нахер здесь. Может, построить чуть повыше и похер на склон, типа, где-нибудь что-то здесь вдолбить. Тут, в принципе, не такой уж прям жесткий спад. Так, короче, давай. Дело к ночи. Не знаю, сколько это ровно смотрится сейчас. Как-нибудь вот так вот. Херач, короче. Вообще похеру. Все, должно было получиться, по идее... Да! Да-да-да-да-да! Да, слушайте, получилось неплохо. Получилось неплохо. Она прям, видите, разных сделала мне высот. Сойдет, сойдет. Не так уж криво, в принципе, как могло быть, на самом-то деле. Слушай, достаточно ровно. Так, фундамент есть. Но теперь, ребята, есть начало базы. Сейчас как что-нибудь построим. И начинается, ребята, самое интересное. Так, окно. А как строить стены? Усиление корпуса или шторочность корпуса? Как вообще строить отсек? Многоцелевая комната. А-а-а! Э-э, сталкер, сталкер, тихо, тихо. Только не отрывай кусочки моей потрясающей базы. Ёлки-палки. А я тут уже, знаете ли, начал, типа, радоваться, что всё, сейчас как построю. Надо найти еще данные многоцелевой комнаты. То есть, я так понимаю, это основа основ. От нее уже даются такие отсеки. Это просто, это же, ребята, это же вроде как соединение. То есть, прямой отсек. Ну, это, типа, обычные трубчатые отсеки. Это же не то. Мне нужна именно комната. А она тут как бы в основе всего. И как бы я еще не нашел ее. Вот же печаль, обида, беда. Слушайте. Прям... Ну, ладно. Давайте туда поищем. Вот там... Что это такое? Вот какие-то штуки из воды иногда выходят. Прямо стремные. Некоторые из них похожи на водоросли. Некоторые из них похожи на плавник какого-то мегалодона. Мать твою. Так, вы любите металл. И, значит, где-то тут среди вас есть... Что-то интересное. Ну, должно быть, по идее. Яйца, кстати говоря. Эти зеленые. Я думал, это яйца тех... Вонючек. Опа! А, это металлолом. Было похоже на какой-то важный кусочек чего-то. Может, сплавать все-таки к этой капсуле? Сделать сейчас какой-нибудь плазменный резачок для защиты? Сплавать к этой потрясающей капсуле? А, вот такие у вас яйца. Охренеть. Блин, это очень стрёмная срай на самом деле. Предыдущие яйца закрытые были гораздо симпатичнее. Здесь, кстати, не так уж так много металлолома. Я не понимаю, куда они удевают. Может, у них какие-то пещеры свои есть? Опа, вот! Вот это вот очень важная вещь, потому что песчаника крайне мало. А в нем золото, свинец, медь. Самый редкий ресурс находится именно в песчаниках. Не в известняках. Поэтому приходится вот их искать прям. С чем это лолом? У меня нет проблем с титаном вообще никаких. А вот... Что у нас здесь? Зуб сталкера взять? Что? Это их зубы? Это их... А, ну, наверное, так называется. В смысле, тот... Торчащий из спины... Да, 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 да. Спасибо за металл, дружище. Спасибо, спасибо. Только не атакуй, пожалуйста. Только не атакуй. Это твой металл, я не трогаю его. Как бы... Нет вопросов к тебе вообще никаких. Кстати, давненько я эти водоросли не срезал, а они очень даже нужны мне сейчас. Да. Давай, 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 давай. А, опять инвентарь полон. Да что ж ты будешь делать? Зубы, твердое образование из кальция. Блин, слушайте, звучит как очень важная вещь. А что бы такого скинуть-то? Вот же ж, блин, зараза. Вообще тут как бы... Тут все самое важное получилось. Кстати, стоп, глайдер. Его можно как-то перезаряжать, когда тебе хочется? Вот, 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 вот. А! Твою медь! Дружище! Фу, е... А, просто обосрался, ребят. Просто кекнул. Конкретно, там пузырики пошли. О, перезарядил, бляха-муха. Просто перезарядил так, что... Это было слишком стрёмно, просто... Так, ладно, ладно, ладно. Аптечку сразу с запасом бабахну себе. Блин, много всякой херни непонятно. Может, просто выкинуть ее пока что в капсуле себе сюда? Пусть она здесь пока что валяется. Я не знаю, я могу это просто выкинуть? Просто выкинуть могу? Блин, почему я не могу выбрасывать объекты внутри своей базы? А чтобы они здесь просто валялись? Ну почему? Так же все люди делают. Думаю, просто поубрасывал все, что ей нужно, да и все. Так, ладно, давайте тогда сейчас переработаем все наши металлы и поплывем сейчас эмалевое стекло. Закаленное. Воу! Воу! Я хочу это. Давайте сделаем. Сейчас, ребят, поплывем туда в ту сторону крабика. Заодно я вам их покажу. Может, вы не видели их. Они реально просто... Они классные. Не знаю, как это еще обозначить. Комплект проводов. Да, можно сделать. Просто делаю про запас разные ресурсы, так сказать. Чтобы как-то место место немножко разгрузить. Так. Кислородные баллоны, трубы. Это пока что мне ничего из этого не нужно. Из инструментов тоже все, в принципе, есть. Радиомаяк, кстати говоря. Я, наверное, сейчас один сделаю, да, себе на будущее. Наверное, сейчас даже контейнер сделать себе один еще. Потому что, ну, не могу вообще разгрузиться. Места нет. Мне нужно, скорее всего, я просто уже запаздываю, так сказать, в развитии. Знаете ли, все, отстал. Развитие, позорище, елки-палки. Давно уже должно быть, ребята, готова база. Скорее всего, хотя бы первый отсек. И в ней уже, скорее всего, должны стоять какие-то шкафчики более расширенные. А я до сих пор, блин, занимаюсь вот каким-то, не знаю, ланчбоксированием. Потому что я вот раскидываю здесь свои ящички типа ланчбоксов. Так. Установить. Спасибо, работаешь, да? Вот эту штуку сюда, она слишком большая. Гриб тоже сюда, зубы сюда тоже скинул. А фонарик, наверное, днем не нужен. Плюс у меня есть глайдер, поэтому тоже скину. Большую батарейку тоже пока что неизвестно, для чего она нужна. Испорченная что? Испорченная, блядя, водоросли. А почему испорченный? Из-за того, что он долго лежал у меня в кармане, он испортился? Что? Титановые слитки, комплект проводов, силиконку. Что еще можно подскинуть-то? Слушайте, огнетушитель. А, место кончилось. Так, все. Сканер при мне, все при мне. Да, все вроде бы при мне, ребят. Маячок, честно, надо тоже поставить, вдруг что-то важное найдем. Сейчас просто пойдем искать. Вот тут, конечно, вопрос на миллиард. В какую сторону лучше плыть? В сторону капсулы. Ладно, поехали в капсулу. А, мне жрать захотелось. Передумал. Сейчас, значит, сначала поедим и в капсулу, ребят. Стремно, конечно, я не знаю. У меня есть ножик, я... Да иди ты! Только неподвое мы играем в ловушку. Сука, больной ублюдок. Блин, ловушка упала все ниже и ниже. Она теперь вообще будет притягивать этих. Это будет вообще печально. Вот эти камикадзе к себе. Так, ну давай, давай, давай. Мне надо поесть. Ну, елки-палки. Ну, маленькие рыбки. Ну, вы чего? Почему я их не могу взять? Э, потрясающая рыбка. Вы же классные. Одноглазики. Что за хрень? Я не могу поймать добычу, даже когда она уже в ловушке. Это не честно. Блин, гладер, наверное, для этого слишком быстрый. Слушайте, наверное, вот так надо делать. Да, так немножко попроще будет. Я бы сказал, конкретно проще. Блин, бедные рыбки, на самом деле. Я их жестко эксплуатирую, типа... Ладно. Поехали, пожарим сейчас то, что есть. Батарейка про запас у нас есть. Аптечка, аптечка. Готова новая? Нет, еще не готова. Блин! Ну, я вроде как в здравии, да, нахожусь. Но что-то как-то стремно плыть в место, где я была... У меня есть ножик. Все, я буду отбиваться ножом, как тигр. Как бы тут не поспоришь. А что в плане плазменного резака? Слушайте, как он делается? Может, мы сможем сейчас на скорую руку обабахнуть? Строитель... А, лазерный резак. А, там алмаз! Все ясно, передумал. Просто передумал. Кстати! Полиция надеет еще некоторых хищников. Вот! Ракета сигнальная, точно, ребят. Вот что надо сейчас подобрать. В каком-то контейнере у нас была ракетка. Точно, 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 точно. Вот, все. Если что, кинем ракету в эту тварь. Она... На нее отвлечется, и мы выживем. Так, где ракеты у нас сигнальные? Одна здесь. Ладно, наверное, одной хватит. Скорее всего. Хотя, это не факт, что правда. Это же у нас стекло? Да. Эмалевая. Это очень было похоже на алмаз. Блин, и ночь наступила-то как раз. У нас, конечно, фонарик есть. Поплыли! На смерть! Капсула номер 17 упала, наверное, с пещерной системой. Подверглась нападению. Хе-хе-хе, блядь! Капитан Немо, ребята, вы их... Опа! А я это осматривал? Вдруг здесь нужна мне информация для строительства комнаты этой потрясающей подводной? Что? Что это за звуки? Что это за голова, стек, светящийся? А, это две разные рыбки были, я б твою мать. Я пересрал свою ручку. А я точно это осматривал все? Блин, я просто забываю. Некоторые... Иногда уплываешь куда-то в сторону, тебе кажется, что здесь никогда не был. Вот просто... Опа! Стойка! Не был здесь! Так, стойка для базы. Звучит неплохо. Новый чертеж синтезировали. Так, хорошо, 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 хорошо. Но мне нужна комната. Первичная комната, ребята, которая, собственно, является основой всему. Но здесь, походу, про нее информации просто нуль. Печально, печально. Она мне... Ой, как нужна! Так. Блин, конечно, было бы более рационально подождать утра, но... Рационально, и я вообще вещи не стыкуются. Типа, до свидания, поехали. Сейчас посмотрим, что там на тебя напало. Я что-то передумал, знаете ли. Какие-то сталкеры зеленые оказались. Раньше таких не было. Вот, это... вот. Это обычный сталкер. А это... Блядь, он за мной идет. Что за срань? Слышите? Алло, алло, алло. Хоррэ, братан, остановись. Это мутировавший сталкер или это санки сталкеров? Может, они как-то по разным поселениям живут? А потом спариваются? Что это за срань такая, блядь? Может, это облученный сталкер? Звучит просто очень странно. Блядь! Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Начнется там все дела. То себе боссе. Но вроде как глайдер быстрее их. Да? Если я не ошибаюсь. Но не факт, что он будет быстрее той змеюки. Так, это маленькие... Это маленькие красивые рыбки. Нет, это не то. Блин, глубина большая. Большая глубина. Она вниз на 100 скирометров. А мне вроде как нельзя настолько опускаться. Сейчас начнет, ребята, гореть кислород. Мне уже, сука, стремно. Вот, ребята, это тот хищник, про который я рассказывал. Который зарывается в землю. Да, он небольшой, но неприятный. Я вижу капсулу. Пока что вроде не сильно горю. Справа какая-то кладка яиц. Сине-фиолетовая. А, вот они! Мы приплыли к этим крабикам, ребята. Это детеныш их. Это их детеныш. Сейчас я вам покажу. Но эти ребята, да, у них страшные звуки. Но они приятные. На них сверху даже ресурсы бывают. Это совсем молодой еще это ребенок. Видите, даже нет наростов. А вот там его батя. Я потом ребятам покажу. Собственно, щупальцы Кракена. Длиной в метрах так 15, наверное, каждая. Блин, нужно, ребята, плыть вниз. Однозначно. Выдохнули. 73% у нас есть. Ракета сигнальная есть. Ножик есть. Радиомаяк есть. Большая глубина. Сейчас начну ломаться. Сейчас начну ломаться. Нет, нет, глубина нормальная. До 100 метров. Так. И что за тварь тебя атаковала? А-а-а-а! Змееобразный хищник. Ты про того, что ли, имел в виду? Ну, вроде как он находится по одоле. Или нет? Хер его знает. Так, ладно. Сканер. Заплываю внутрь, ребята. КПК оставленный. Потом прочитаю. Кстати, я с прошлого раза тоже, ребята, не прочел. Это очень печально. Есть какая-то информация здесь или еще? Или что-нибудь такое нужно? Или только-только ПДА? Ребята, это не смешно. Информация. Вы же, вы же более, скорее всего, развит. Хотя, какие более развитые? Вы же сдохли сразу от удара какой-то змеюки. Что у вас здесь? Фрагмент мотылька! Второй! Отлично! Два из трех. Еще один фрагментик. У нас будет своя подводочка, ребята. Подлодочка. Спасибо. Блин, мне бы, конечно, информацию про подземную комнату не помешало бы. Но и это сойдет, знаете ли. Это кварц? Да, это кварц. Блин, у вас здесь классное место, на самом деле. Ну да, у вас здесь слишком много песка. А в этих песчаных хернях водится именно вот этот вот хищник. Да хотя бы, вроде, упали, поводили от него. Не знаю, почему он вас атаковал. Может быть, вы решили с ним подружиться? Типа, подошли к нему поближе? А он такой... Добыча подошла поближе. Долбоебы. Ха-ха. И сожрал их. Вот, вот, ребята. Подплыло семейство. Этот еще маленький. Вот тут еще больше. Я поначалу так их пересырался. Они издавали очень стрёмные звуки, ребят. У них огромный, сука, хавальник. Просто. Сейчас покажу. Обалдеть, да? Это похоже на чье-то лицо. Знаете ли, два глаза. Он очень быстро плывет, на самом-то деле. Легкие просто. Две турбины какие-то страшные. И длина, длина щупалец. Просто кракен. Если он захочет, ребята, мне кажется, он обвяжет кого угодно. Ну, они вроде как питаются. Есть такой интересный, ребята, принцип жизни. Деревьями пользуются. Короче говоря, связь между разными меркатурами. Микроорганизмами. То есть, они, видите, нарастают на него. Он дает им, не знаю, что. Может быть, что-то из воды перерабатывает. А они дают ему, видите, питательные вещества. Ёб твою мать! В виде... Скажем так, своих микроэлементов. У него есть какая-то хрень, которая стреляется. Как она называется? Подождите, мне стало интересно. Что это такое? Щипомет. У него есть даже система защиты. Местные формы жизни. А вон там вторая подрастает. Охренеть. Ого! Это мне показалось? Или это огромный кусок корабля? Ёлки-палки! Тебя-то я и не заметил, дружище! Слушайте, я начинаю что-то, знаете ли, охеревать от размеров Авроры. Либо это корабли предыдущих колонистов. Либо это какие-то другие капсули. Здесь еще даже ток есть! Что за... Я не знаю. Там много обломков! Слушайте, это же золотая кладь. И все это вроде бы пока что до 100 метров, потому что ниже стаи не могу опускаться. Так, быстро, быстро, сканер. Что здесь есть? Металлолом. Ну, можно собрать, конечно же, так, чисто ради прикола. Ну, ладно, немного. Что у нас здесь? Здесь ящики, ящики, ящики. Блин, они пустые! Ну, как так-то? Информацию. Мне нужна, ребята, комната. Комната. Строительная комната. Металлолом это, конечно, хорошо. Блин, спуститься ниже, ребят, не смогу, мне кажется. Начнется давление жуткое здесь. Что, 95 метров уже, да? Ладно, рискну. А-а-а! Пошел, пошел гореть кислород! Что это такое? Фрагмент сборщика транспорта. Я уже собрал полностью, целиком его. Блядь. Горю, горю, горю. Что-нибудь интересное есть? Интересное, интересное. 50. Всплываем. Все, все, здесь нормальный кислород. Видите, ребят, без ребризера. Ниже сутки мы не можем ничего сделать. Сразу начинаем гореть. Из-за давления, собственно, наш костюм не справляется с правильной подачей кислорода. Его начинает сжать, и он начинает ломаться. Поэтому нужен мотылек для того, чтобы спуститься. А, ну все правильно, я был как раз таки в сторону подальше от Авроры. Это что-то место, где я видел этих крабов. Интересно, куда они плывут. Так, 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 так. Блядь, там есть информация. Я вижу куски чего-то именно. Кто не рискует, тот не пьет шампусик. Фрагмент комнаты сканирования звучит очень даже симпатично. Давай, давай, давай Комната сканирования номер 2 Есть контакт Так, собрали почти комнату сканирования Кислород Опа! Ребята, целиком собрали комнату сканирования Мне бы обычную комнату, то есть жилую Не комнату сканирования Это слишком для меня ново Есть просто комната? Фрагмент ботулька, ребята! Последний Все, у нас есть подводочка Ух! Молодец! Там что-то еще было Там было, ребята, что-то еще Столько всего интересного, но кислород просто Не знаю, мне начинают сразу очко жать Не знаю почему Блин, было бы там где-то, знаете ли, этот Мозговой грибочкой, который уделяет кислород Было бы неплохо Ааааа А фундамент там до сих пор стоит Один-одинешник Надеюсь, сталкеры, ребята, его не разобрали Тут столько всего интересного И там хищник прям на втором ярусе От песчаника Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу Тихо Не ешь меня Комната сканирования Мне бы обычную комнату Зачем мне настолько высокоразвитой технологии? Что мне сканировать? Я не хочу заниматься лабораторной херней Где обычная комната, ребят? Это должно быть Должно было предусмотрено быть в корабле Чтобы где-то люди жили Так, нет, мотылька Да я уже собрал мотылька Почему для мотылька здесь 5 комплектов А для обычной комнаты 0 комплектов Типа это не честно Не вижу, гребаные водоросли Так, 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 так Но обычная комната, обычная Обычная комната Так, так, что это, что это, металлолом Это металлолом, это все металлолом 50 кислорода, вроде как пока еще успеваю, да? Что у нас здесь? Ни хрена Это надо всплывать, не знаю Сразу вот, как бы, полтосик И начинаю сразу очковать, потому что здесь 80 метров, понимаете? Пока я подымусь, это очень много времени занимает Вот, там есть еще какие-то залежи, но в том месте Находится эта тварь Типа это время вообще Сейчас будет стрем-стремно, я могу сдохнуть Я почти на километр, ребята Отплыл от своей базы Мы собрали мотылька, у нас вроде как даже есть Строитель транспорта Но Я не хочу строить это просто в пустом месте Сука Маркобес Что у нас здесь за информация? Ты же не будешь меня есть? А что у вас здесь скрыто? А? 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 Ни хера А я, блин, так рискую Подплывая в точке, где находится Потрясающий хищничек Блин, вроде бы я осмотрел здесь уже все Может быть только эту сторону я осматривал, но Может быть что-то, ребята, упустил Хера его знает Здесь просто некоторых вещей не видно Из-за этих огромных Кораллов Просто огромных Металлолом мне не нужен Ой, уперся в кораблик Я знаю, 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 компьютер Знаю 100 метров Да, да, меня плющит Конкретно, в курсе В курсе, спасибо Без тебя знаю Есть такая проблема Как бы Планета высокоразвитая У нас сразу высокоразвитая Я знаю, что Физику все изучали Как бы все нормально Опа Фрагмент комнаты сканирования Да что ж такое-то? Ну ты Может быть основная цель Этого корабля Этого фрагмента была Ох ты ж Топи Да я понимаю, что кислород кончился Может быть основой этого корабля, ребята Было именно исследование И он занимался именно этим И тут, в принципе, наверное Может быть даже не будет Ни хера другого Поплыли, наверное, сейчас к базе Слушайте, я не знаю Хотел заняться строительством Но что-то не получилось Сейчас надо воды найти Поесть, попить Эээ И подумать, что идет, ребята, дальше Блин, все-таки Когда ты с ними встречаешься второй раз Уже как-то Да, типа, большая тварь Да, все дела Но Милаха, ну милаха же Люблю, когда большие твари не жрут тебя Просто плавает Рядышком Там, кстати, есть спуски Да, в дальненькие-то части Но Опять же Глубина не позволяет мне делать сейчас ничего Опа Лазерный резак Так я его так вроде бы уже собрал Да Некоторые вещи дублируются А вот комнату Найти не могу Сборщик транспорта Уже в который раз В который раз А комнату собрать Оооо Вот это красотища Я оттуда тоже опять не могу упускаться. Сто метров. Сто метров это наша глубина, все, что ниже, это не наша. Так, сборщик транспорта еще. Хм-хм. И ничего про жилую комнату. Ну, почему так жестко? Сейчас пополню запас жидкости, не переживай. Ну что, поели, попили, так сказать, поспали, посмотрели, что же здесь нужно. Я, кстати, почитал много информации. Я так не нашел, ребята, информации. Это темно того, где найти эту потрясающую многоцелевую комнату. Наверное, может быть, пока что еще рано. Я черт его знает. Может быть, пока что просто поставить себе трубку небольшую, так сказать, и жить там. Но для начала, наверное, займемся сейчас вещами, которые нас, скажем так, могут нам помочь гораздо больше. Это вот мотылек. Мы открыли вот себе мотылька, а у нас есть переносной сборщик транспорта. Поэтому сейчас строим, наверное, это, потом строим это, так сказать, и все у нас будет классно. Дрон-камера. Управляемая камера. Блин, здесь столько интересных вещей. Кстати, я посчитал про эту, ребята, потрясающую комнату, которая сканирующая комната. Оказалось, что это просто... Ух ты ж, пропуляционная пушка. Это просто, типа, бомба. Она сканирует ресурс вокруг тебя, и ты можешь знать, ребята, что находится вокруг тебя. То есть, это... Это прям, да. Находят ресурсы, обломки в пределах радиуса действия. То есть... Причем она собирается очень даже просто. Ну, то есть, у меня есть все из этого, я могу его поставить. Правда, я не уверен, что она будет работать, потому что, мне кажется... А, нужны будут, наверное, сразу и солнечные панели, и... Ладно. Так, давайте для начала занимаемся строительством отелька, потому что... Есть сейчас глубины, на которые мы уже не можем достигнуть, и они нам очень даже нужны. Кстати, нет. Сначала, ребята, вот что прочтем. Здесь была информация про этих всяких животных, и я здесь нашел, ребята, вот животный мир, левиафаны, и вот он, этот рифоспин. Типа, левиафаны, я так понял, это, ну, типа, класс огромных существ. Данный огромный организм относится... А, достигает длину свыше 30 метров, и относится к классу левиафан. Сейчас они питаются очень сильно схожими с планетонными водными организмами. Китиновый панцирь, собственно, кокон с ферментами, собственно, экосистема на панцире... Да, видите, спиннорифа растут, скопление различных моллюсков, растений. Жизненный цикл. Рифоспин длится многие столетия, если они переживут начальный цикл роста. Первые несколько десятилетий. Их малый размер делает их уязвимыми для платоядных... Для платоядных левиафанов. Платоядных. То есть, ну, как бы, нам уже игра говорит, что есть тварь, которая способна съесть тварь размером в 30 метров. То есть, как бы, дальше я, ребят, пока плавать не буду, иначе нам оторвут очко. Так, что я хотел? Нужно построить сейчас ремкомплект. Слитки, смазка, энергоячейка. По-моему, у нас все это было, либо... Стоп, открой. Да что ж ты будешь... Открой, молодец. Так-так-так, энергоячейка, смазка. Вроде где-то все это было. Та-та-та-та-та. Кстати, даже есть пластинический коралл. Слушайте, это хорошо. Нет, значит, сохранилищах снизу. Где-то в одном из этих потрясающих контейнеров. Так. Слитки раз. Энергоячейка два. Кстати, провода надо с собой тоже взять. Фонарик. Титан сюда подскидывай. А то нахер его так много. Вот так, вот так, вот так. Нормально. Так, что мне еще нужно? Смазка, 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 смазка. Так, резину сюда. Это сюда. Смазка, да? А что, я смазку всю потратил? Существуются эти, эти... Нет, я не хочу... Этот... Нет, 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 я не хочу переписывать название контейнера. Мне это вообще как бы роли не играет. А, нет, тут таки есть у нас смазка. Отлично. Так. Поплыли. Он же вроде здесь строится, если я не ошибаюсь, да? Я же не ошибаюсь. Он вроде строится у нас как бы и в этой штуке. Переносимый это строитель. Да? Переносимый... А, переносной сборщик транспорта. Он какой-то очень маленький на самом-то деле на вид как бы для станции, которая сейчас будет что-то там нам строить. Забрать. А, интерпон. А, он занимает походу неплохую часть, так сказать. Нет, все равно. Ёлки-палки. Сказал я себе, вот тебе как бы... Да. Не все так просто оказалось. Слушайте, а... Это печально? Куда все выкидывать-то? Я же не могу титан просто так сбросить. На самом деле, конечно, могу, потому что титан... А, что у нас она? Открыть хранилище. Здесь нет места. О, есть место. Давай, давай. Сюда весь титанчик. Сейчас подскинем. На кой херам столько титана, не ясно. Начинаем, ребята, работу. Работу строителям. Очень важная работа. Скоро нам покорятся все глубины. Опа! Латан, красавец. Так, изготовляем транспорт из сырья. Слушайте. Ну, наверное, логичнее и логичнее будет поставить его именно... Разверните. Сейчас я разверну сборочек транспорта. Я хочу поставить его, ну, либо на фундаменте, либо возле своей базы, так сказать. Да, это же будет логично. Не зря, кстати, поставил маяк. Теперь могу ориентироваться по своей базе, то есть находить его постоянно. Ой-ой-ой! Подрывник этот вонючий. Спокойно. Да, стоит. Даже не покрыл себя-то плесенью. Сталкеры не разнесли. Неплохо. Так. Транспортный сборщик. Вот сюда. Не понял. А, все, понял. Ставить на фундаменте его, или... Наверное, слушайте, поставлю я на фундаменте его. Я могу поставить тебя на фундаменте? А что он всплыл-то? Не понял. Зачем ты всплыл? Подняться. А, ты именно всплываешь. Два дрона у него своих. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Тогда надо его собрать, наверное, возле базы лучше поставить. Или... Ладно, пусть будет здесь. Типа, не потеряйся, если что, по маяку его найду. Надеюсь, он не плывает далеко. Так, подняться. А-а-а! Его вот так, типа, он строит. Использовать. Транспорт. Мотылек. Слиток. Один. Смазка. Один. Энергоячейка. Стекло. Два. Хорошо. Сейчас буду все это собирать, ребята. Сейчас мы это сделаем. Так. Смотрим. А, мы все потратили на создание этого... Блин. Я не просчитал. Я все потратил на создание... Все, что я думал, что мне сейчас будет нужно, я все потратил, ребята, на создание этого паренька. Так. Сталкеры, пожалуйста, не жрите меня. Не жрите. Спасибо. Не-не-не, братан, братан, братан. Я против насилия. Опа. Новый, ребята, сигнал с нашего этого... С нашего маячка. Да я еще... Нет, я предыдущий проверил. Я молодец. Поэтому, в принципе, пока что я успеваю. Я, конечно, не сразу прихожу. Возможно, если бы я быстрее приходил, типа, люди не умирали бы на тех точках, где я их пытаюсь найти. Но... Этого никто не знает, ребята, поэтому... Не знаю, не знаю. Давайте прослушаем. Так. Где этот гребаный... Радио? Ну-ка! Аврора, это снова солнечный луч. Вы только что обнаружили большое поле обломков в ваших координатах. Да, ребят, там... Вы, наверное, не в курсе. Мне там парень звонил с конца солнечной системы. А... Я не знал, насколько плохо... Сколько вас? Я не знал. Мы сейчас к пути к вашему месторождению. Мы заберем вас домой. Солнечный путь. А, луч. Конец связи. Там корабль, короче, на конце системы... Единственный раз, когда я сажал такую бандуру на такую мелкую каменюку, был ВР. И тогда я облажался. На какую каменюку? Тут нет земли, братан. Тут полностью вода на планете. Ну да, это плохой расклад, но альтернатива не лучше. Тут, короче, корабль есть в нашей где-то системе, и он заметил, что мы упали. И сейчас пытается ребят с нами связаться, но так получается, что не может, потому что, ну, нас как бы разъебало, понимаете ли. Мне кажется, до него теперь дошло это дело, что нас раздолбило. Так, смазка, давай. Смазочка родная. Наверное, сразу несколько сделают, то мало ли пригодится еще. Что там нужно было еще? Надо сейчас сразу смотреть. Сказать на будущее. Выйди. Где мотылек? Я постоянно забываю. Смазка, свинец у нас есть, энергоячейка, стекло, титановый слиток. А, мы же энергоячейку профукли на создание. Да, это надо сейчас, ребят, две батарейки сделать. Две батарейки. А, у нас прямо есть две батарейки. Правда, они протухшие, но неважно. Энергоячейка есть. Так, энергоячейка есть. И что там осталось? Стекло, два штуки, титановый слиток. Стекло прямо сейчас сделаем. Тихо. Стоп, стекло только что же было. А, я, наверное, куда-то кварц кинул. Подождите, у меня просто его куча целая была. Этого кварца. А, вот он, кварц. Кварц, кварц, кварц. Кварц, 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 кварц. А, там, по-моему, прям готовое стекло было? Ладно. Неважно. Кого это волнует? Так, и титановый слиток Титан Х10. Ну, это вообще, типа... Это даже не вопрос. Так, это у нас шестерочка и еще один. Это совсем просто. Этот ресурс, которого у нас настолько дохрена. Все. Все, ребята, я просто в предвкушении сейчас заплачу. Осталось только сделать нам, ребята, ребризер. Потому что я не знаю, будет ли нас писать мотылек от погружения. Вообще, по идее, должен. Он должен заниматься переработкой ресурсов, скажем так, в кислород. Вне зависимости от того, что могу я. А где... Че? А, елки-палки. Я думал, пропал значок маяка. Думаю, еп твою мать. Он шо, сталкеры стащили? Чуть не перебздил. Еще странно, что у нас точка сбора, типа, стоит над водой, а не в воде. Как-то... Типа, чтобы на нее не влияли различные водные элементы или что? Я просто не понимаю. Так, куда ты, родная? Ты ж не уплыла, а ты здесь? Так. Оп! Ну что? Понеслась. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Мотылек является быстрым, безопасным средством транспорта. Напомните, что плавание превосходно оказывается на ваших ягодичных мышцах и уровне эндорфина. Ха-ха-ха-ха. Типа, будешь долго сидеть на месте. Жопа вспреет. Ух! Классно. Слушайте, он, конечно, не гигантский там какой-то корабль. Мне кажется, будет что-то и больше. Э-э-э, ты че? Но это... Это максимально симпатичная вещь. Мотылек, добро пожаловать на борт, капитан. Капитан! Здесь даже температура есть, состояние, энергия. А есть какие-то бластеры? А есть фонарик. Ладно. Есть какие-то четыре ячейки. Может быть, его можно будет потом модифицировать под оружие. Так, где наша база? Сейчас хочу ребят разогнаться до нее. Хух! Покажи мне скорость! Давай, 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 давай! Крути винты! Ух, ебать, ребят, он изгоняется! Все, все, вышел. Посмотрите, просто расстояние. 40, 30, 20! Сейчас было столкновение! Тормози! Оооооооооооу! Я счастлив Слушайте, я предлагаю на этом пока эту серию закончить Я очень счастлив, потому что Ну, все пока что идет по плану Единственное, что не можно найти Фрагмент главной комнаты для нашей базы Которую я хочу на себя строить Но теперь, ребята, у нас есть, собственно Нужный нам инструмент для того, чтобы Все это дело найти, распознать И сделать Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии Всем удачи, пока-пока Мотылечек ты мой Красавчик, дай пятюню Молодец